Привет, друзья! Мы отправляемся за черникой. В том году черники было много. Посмотрим, сколько в этом будет году черники. Прошлый год. Тут красивые сосны. Черника – это очень полезная ягода. Уже стал более густой лес. Виден. Слева и справа. Мы почти подъезжаем. Ура-ура! Мы почти подъезжаем. Мы приехали, но надеваем сапоги. Сколько тут слепней и всякой живности. Черника богата витаминами С, Е, В2, В3, В5 и еще много других. Черничник есть, но это пока начало. Но черники нет. Ягоды и листья черники используются в лекарственных целях. Попробуем. Ягоды есть, но как-то мало. Очень. А, ну хотя нет, вот какие-то микро. Очень мелкая какая-то ягода. И сладенькая, но мелкая. Будем собирать. За минуту где-то я собрал вот такую руку. Такую, можно сказать. В основном те ягоды, которые я собрал, и я их ел. Не, я с нас не дам. Деревья какие красивые. Оранжевые. Такие сверху оранжеватые. И небо. Я, конечно, не быстро собираю, но уже дно заполнила. Черники здесь не очень много, но все равно она есть. Интересно, что название кактусов, мертилолокактус, образовано от названия черники. И объясняется внешним сходством плодов. Этих кактусов и черники. Тут очень вкусно пахнет. Ммм, как бы сказать, елками. Лесом. Вот. Тут пахнет лесом, вот. Оказалось, что этот запах пахнет от этого растения. Багульник. Прикольно. Друзья, от последней записи, когда я показывала вам, сколько собирал черники, прошло уже 4 минуты 9 секунд. И я насобирал вот столько черники. Вот. Вот столько черники я насобирал. Здесь очень красивый лес. Хорошо, что нет такого бурелома. Только маленькие такие веточки. Веточки. Деревья валяются. Небольшие, тоненькие. Но это хотя бы лучше, чем бывает так, что все заварено. Я почти закрыл уже второй ярус. Но здесь черника слишком мелкая. Но ее, можно сказать, много. Как она бывает много, бывает мало. Но она хорошо есть. По стакану соберем. Может, даже больше. Я у стакан, наверное, в пол собрал. То, что я собрал, буду тоже сразу кушать. Может, и есть. Ну и возвращаемся. Может, чуть вперед проедем. У меня черники становится все меньше и меньше. Потому что, пока мы идем, она расходуется. Пока всех дождешься, когда они до машины дойдут, тут все ягоды уже съешь, которые насобирал. Мы уже уходим все дальше и дальше. Ну, приближаемся ближе к машине. Черника еще содержит белков 1 грамм, жиров 1 грамм, углеводов 12 грамм, а воды 85 грамм. Вот так. Ну, я уже решил идти к машине. Да уж, как-то тут уже действие прыскалки от комаров всяких, насекомых уже меньше стало действовать. Но все равно есть чуток, но плохо. Фух. Опа. Опа. Так. Черники у меня почти уже не осталось. Вот, чуть-чуть. Все съел. Все, я чернику, то, что собрал, съел. Вот, вкусно. Ни одной черничники не осталось. Жалко. Ну, хоть поел. Ну, честно. Собрали, худо-бедно. Собрали чернички на покушать. На пироге. Ведерко. Огромный воздух, чистейший. Красота. Супой лес. А черники как? Много, немало? Ну, мне на еду хватит собрал. В этом году, конечно, черники оказалось немного. И она была мелкая. В отличие от того года. В том году вообще там 9 литров было черника, крупная. Но в том году мы приехали самые первые. А здесь уже видно, кто-то ходил. Но лес здесь очень красивый. Деревья, сосны и воздух от городского отличаются. И можно поесть черники. И можно поесть черники. Почему-то здесь стало все больше, слепнее комаров. Мы собрали где-то примерно 6 литров. Это меньше, чем в том году, но все равно есть 6 литров. В том году мы собрали где-то 9, а то и 10 литров. Но в этом году мы собрали всего лишь-то где-то на 4-3 литра меньше. Черники мы собрали где-то 6 литров и возвращаемся домой. Собрали хорошо. Собрали мы очень хорошо. Мы разворачиваемся и все, возвращаемся домой. Всем пока-пока.